но информацию обо мне вы можете здесь посмотреть наша с вами задача нашего с вами сегодняшнего семинара это поговорить о онлайн-сервисов которые мы можем с вами использовать для проверки каких-то файлов или же интернет ссылок то бишь сайтов на наличие компьютерных вирусов вот это та тематика которой мы с вами сейчас собственно поговорим и с некоторыми из таких сервисов я вас либо познакомлю либо просто напомню о том что вы как без меня используете сначала буквально несколько слов о том что такое вредоносное программное обеспечение вообще коллеги я думаю вы все прекрасно представляете что такое вредоносная программа это любое программное обеспечение которое предназначено для того чтобы как-то навредить нам законопослушным пользователям персонального компьютера что-то сломать что-то нарушить что-то украсть и так далее программа которая будет причинять вред нашему с вами компьютеру вообще коллеги я что хочу сказать я хочу сказать что вот в различных компаниях которые занимаются созданием антивирусного программного обеспечения то есть в тех компаниях которые профессионально борются с вредоносными программами существуют собственные классификации и номенклатуры вредоносных программ и вы можете воспользоваться вот такими вот ссылочками чтобы гораздо гораздо подробнее чем у меня да отдам отдам презентацию обязательно и вам очным слушателям и отдам эту же презентацию слушателям заочным сходите в облачко и оттуда все скачаете как туда попасть коллеги слушатели вебинара я вам чуть позже все это расскажу и покажу я просто к тому говорю что я естественно вот здесь вот в своей презентарь очки некоторую очень простенькую классификацию вредоносного программного обеспечения привел но вы можете всегда воспользоваться фирменной классификации которые используют самые известные представители фирм которые занимаются борьбой с вредоносным программным обеспечением вот посмотрите я щелкнул по ссылочке и вы можете посмотреть эту классификацию в исполнении аспирского здесь же есть классификация в исполнении доктора веба и так далее ну коллеги я это почему говорю потому что действительно вы можете сходить вообще-то говоря куда-нибудь в википедию и так классификацию вредоносного программного обеспечения очень очень большую широкую исчерпывающую в общем-то получите или же как я сказал вот посмотрите доктор веб что это такое здесь мы всегда с вами можем подробненько почитать и узнать вот это простенькая классификация у меня коллеги я еще раз говорю вам всем отдам эту презентажку мне сейчас несколько жалко времени чтобы вам читать и рассказывать что там и так написано и что вы можете более подробно посмотреть на каких-то сайтах некоторые ссылочки я вам привел значит принц признаки заражения компьютера каким-то компьютерным вирусом я думаю они тоже всем понятно известно невозможность старта операционной системы невозможность запустить какую-то программу и так далее и так далее они причинили нам вред у нас чего-то не работает так вот для борьбы с вредоносным программным обеспечением достаточно большое количество фирм специализируются на создании программ позволяющих бороться с этими вредоносами опять вот смотрите программа этих много фирм которые компании которые создают такое программное обеспечение тоже много и вот перед обычным ну давайте скажем так ну не очень опытным непрофессионалом пользователям иногда в общем-то встает проблема выбор богатый каким антивирусом каким антивредоносным программным обеспечением воспользоваться здесь тоже нам на помощь может прийти интернет вот посмотрите я вам привожу только одну единственную пока ссылочку сайт комс.ру называется а давайте схожу туда ах ты господи мне не надо было поиск google нажимать извините вообще говоря очень хороший сайт очень хороший сайт который дает нам информацию о различных опасностях которые существуют в этом мире и так далее я именно потому что он очень хороший вам его здесь и привожу и привожу вот для чего посмотрите если по этому сайтику вот так вот вниз опуститься вот здесь вот результаты тестирования различного вредоносного программного обеспечения которые выполняются самыми известными признанными во всем мире тестерами антивирусных программ существует еще раз говорю много специальных лабораторий где работают профессионалы и различные антивредоносное программное обеспечение по своим возможностям сравнивают так вот все эти отчетики вот на том сайте который я вам привел вы можете посмотреть и обратите внимание что в общем то лаборатории то разные но результаты тестирования различных антивирусов давайте будем говорить всеми этими лабораториями вот если все это сравнивать в итоге очень и очень похоже то есть на лидирующих позициях всегда оказываются фактически одни и те же вот смотрите я как бы проанализировал те картиночки которые там приведены у меня были и сказал что лидирующие позиции занимает кто касперский авиры бит дефендер и так далее что выбирать а выбирать то что вам из этого больше понравится по интерфейсу по принципам работы и так далее понятно о чем бывает по своему функционалу они все очень и очень похожи они все всегда как бы вот на одних и тех же позициях в этих рейтингах присутствуют ну посмотрите ну вот вам касперский вот вам бит дефендер и так далее и везде приблизительно одни и те же результаты ну понятно что это независимые тестеры естественно результаты тестирования этих фирм должны совпадать это я к тому как выбирать вот вы мне задавали вопрос а какой использовать сложно дать рекомендации попробуйте тот другой третий пятый и в итоге вы выберете тот который вам понравится больше всего но при этом все таки мы с вами должны иметь в виду что что ни одна антивирусная программа стопроцентной гарантии защиты никогда не дает и в каждый конкретный момент времени какая-то одна антивирусная программа может что-то поймать в этот момент другая причем в рейтинге присутствующие где-то там на каких-то самых-самых высоких позициях пока еще может быть этот вирус не распознает но в итоге она тоже научится с ним бороться в итоге тоже обязательно научится а алгоритм тестирования одинаковые или как там указывается каждая из этих фирм если вы туда сходите они еще и приводят алгоритм на каких соответствующих так скажем вредоносах они все это проверяют и тестируют у каждой фирмы свой собственный свой собственный алгоритм свои собственные программы которые они используют но при этом все равно все очень похоже так вот значит какой выбрать антивирус и установить на свой конкретный компьютер это всегда выбор каждого из нас но вот кроме того что существуют программы которые мы с вами можем установить на наш компьютер ведь существуют и так называемые онлайн сервисы которые позволяют тоже выполнять проверку каких-то объектов ну в первую очередь файлов и сайтов ссылок на антивирус вот об этих онлайн сервисах мы с вами сейчас и поговорим ну вообще говоря таких сервисов много достаточно в чем преимущество преимущество в первую очередь состоит в том что каждый из этих онлайн сервисов производит проверку какого-то объекта на наличие там вредоноса какого-то вредоносного кода используя для этого не один какой-то антивирус а целый набор антивирусных средств если мы установим какой-то один антивирус ну давайте будем говорить касперский мы будем проверять файл касперским то используя онлайн сервис у нас такую проверку будет одновременно выполнять и касперский и доктор веб и битдефендер и так далее и так далее то есть давайте говорить о том что вероятность обнаружения предоноса какого-то при такой проверке становится выше так нет бесплатно но в данном случае вероятность выше это здорово это полезно когда еще полезно еще полезно бывает использовать вот такие вот онлайн сервисы тогда когда мы с вами используя какой-то конкретный антивирус какую-то конкретную программу получаем информацию о том что какой-то файл какой-то объект предположительно заражен но мы честно говоря в этом сомневаемся и думаем что это может быть ложное срабатывание а ложные срабатывания бывают конечно так вот для того чтобы убедиться что это не ложное срабатывание а это действительно какой-то вирус можно использовать вот такой онлайн антивирус опять почему а потому что множество различных программ антивирусов будут соответствующий объект уже проверять если большинство из этих антивирусных средств скажет что это действительно вирус ну наверное я уже поверил что это не ложное срабатывание ну конечно существует по сравнению то есть на виду с тем что существуют какие-то плюсы есть и минусы у такого средства у таких средств ну как бы такими самыми самыми явными минусами что является ну для того чтобы использовать онлайн сервис у меня должно быть подключение к интернету так нет так и еще один момент вот некоторые вредоносы некоторые вирусы некоторые вредоносное программное обеспечение которое устанавливается на наш компьютер проникает на наш компьютер они могут делать так что собственный выход в интернет будет заблокирован я в интернет выйти не смогу и соответственно использовать такой сервис я тоже не смогу я уже не говорю о том что бывает что они там прячутся и так далее и так далее ну то есть как всегда плюсы есть минусы я считаю что плюсов всегда больше и самый главный плюс что это всегда под рукой при наличии связи с интернетом и этим можно пользоваться так вот сервисов таких много я вам хочу показать в первую очередь вот один ну один из таких сервисов который называется вирус значит вирус топл принадлежит компании google клики google это всем хорошо известная компания google можно верить google нас с вами обманывать не будет так вот для того чтобы иметь возможность воспользоваться этим сервисом единственное что у нас должно быть у нас должна быть связь с интернетом значит посмотрите вот здесь вот приведена на слайдике ссылочка которой мы с вами можем воспользоваться чтобы на соответствующий сайт сервиса вирус топл попасть давайте я вот так сделаю я пойду на сайт вирус топл из виртуальной машины windows 10 ну собственно разницы большой нет из реальной или из виртуальной запускаю браузер и иду вот сюда на сайт ну вообще говоря работа с этим сервисом достаточно проста не требует каких-то специальных знаний что собственно тоже является большим-большим плюсом значит посмотрите придя на этот сайт мы с вами можем проверять три вида объектов во первых мы с вами можем проверять какие-то конкретные файлы можем проверять ссылки то есть проверять какие-то сайты и мы с вами можем проверять ну давайте они говорят так аж целые какие-то домены, то есть большое количество каких-то интернет ссылок одновременно. Файл, URL и поиск. Поиск, повторяю, это целый сайт, ну а URL-адрес это конкретная ссылочка, конкретная страничка проверяется на наличие вирусов. Как использовать? Ну давайте попробуем. Файл. Вот я выделил вкладочку файл и я должен вот сюда в это поле загрузить имя того файла, который находится на моем компьютере и который я хочу проверять. Для этого нажимается кнопочка выбери файл. Ну обычное окошко работы с файловой системой моего компьютера. Ну вот я здесь для примера каких-то несколько исполняемых файлов у себя на виртуальной машине положил FreeRazer Setup. Это файл, который я скачал из интернет. Это бесплатная программа, которая позволяет очень простая программа, которая позволяет безопасно удалять информацию с моего компьютера, то есть удалять ее так, чтобы потом восстановить было нельзя. Это для примера. Я скачал, но я же не знаю, вдруг здесь есть какой-то вирус. Я могу проверить. Вот я выделяю эту программу, я щелкаю кнопочку открыть и дальше проверить. Ну смотрите здесь первое на первое, что я получил. Значит, если этот файл недавно проверялся, то мне, собственно, скажут, что этот файл уже проверялся, это было тогда-то, и мы с вами можем, собственно, воспользоваться результатами вот той недавней проверки. Да, это хорошо, это здорово. С другой стороны, я могу всегда в любой момент времени попросить этот сервис проверить файл еще раз. Повторить анализ. Значит, начинается анализ этого файла. Значит, вирус Total одновременно использует порядка 67 различных антивирусов для проверки файла на вирус. И посмотрите, вот в итоге еще проверка не закончена. Вот мне здесь что написали, смотрите. Показатель выявления. Выявлено ноль угроз. Проверка осуществлена 66 различными антивирусными средствами. А если какая-то угроза выявляется, что будет, как это все визуально будет отражаться, ну, давайте я это вам покажу у себя на презентажке уже. Вот, посмотрите, я проверял программу, чистилка она называется. А знаете, что она у меня есть? Давайте попробуем проверить. Вот эту самую чистилку на наличии там вируса. Чистилка это программа, которая, вообще говоря, используется для чистки нашего с вами компьютера от какого-то мусора, от грязи. ну, я, вообще говоря, я ее никогда особо не рекомендую, но с другой стороны и, в общем-то, проблем-то с ней я тоже никогда особо не видел. Я очень часто видел в интернете, а смотрите, все-таки мне тут чего-то, а, ну, это результаты старого теста. Я, вообще говоря, видел в интернете и очень часто рекомендую. Вам нужно быстренько очистить компьютер от грязи, какой-то специальный программ, а не его стандартными средствами. Ну, вот воспользуйтесь программой чистилка. Давайте посмотрим, как среагирует наш вирус Total на эту самую чистилку. Выберите файл, а вот она у меня тут как раз-таки есть. Я, когда презентажку готовил, собственно, я уже проверял ее. Проверим. Да, недавно был проверен, повторите анализ еще раз. Ага, все-таки что-то обнаруживается, да? Когда я это проверял, делаю вот эту презентажку, я вот такой получил отчет об этих проверках. На тот момент времени вирус Total задействовал 61 антивирус, 4 каких-то средства сказали мне, что они сомневаются, что они говорят, что там какой-то вредонос существует. 4 из 61 что делать пользователя? А вот дальше решение всегда должен принимать конкретный пользователь. Вот сейчас смотрите, как-то все счистил и получше стало, чем раньше, да? если в моем случае там 4 каких-то средства какие-то проблемы находили сейчас, только WebRoot находит какую-то проблему, а дальше я начинаю сомневаться. Но вообще для коллеги, вот если из 67 1, то наверное я все-таки скажу, что это скорее всего ложное срабатывание вот этого проверяющего средства, да? с другой стороны, когда таких срабатываний будет много, ну что я могу сделать? Ведь я могу всегда поинтересоваться, а что это такое? Ведь я могу спросить у всезнающего интернета, что это за вредонос такой? и чем он мне грозит? Что такое В-32 и так далее? Ну пожалуйста, коллеги, вы здесь получите множество ссылок, где профессионалы будут говорить, стоит на это обращать внимание, страшно это или не страшно. Не страшно. Почему не страшно? Потому что это чистилка, потому что это самая чистилка заглядывает в такие уголки нашей с вами операционной системы, куда обычному программному обеспечению заглядывать не надо. А потому нам с вами и говорят, вот так себя может вести вирус. Ну понятно. Предполагаем. Смотрите, чисто хорошая программа, но раз я на ее примере как бы все это показываю, можно пользоваться. Но все вы всегда можете вот так поступить и выяснить, что же это за вредонос и стоит ли его действительно бояться. так. Ну вот это мы с вами проверили какой-то файл, да? Ведь можно проверять какие-то ссылки, какие-то странички в интернете на наличие там тоже какого-то опасного вредоносного кода. Для того, чтобы проверять ссылки странички, а я все это закрыл, да? Ну не страшно, сейчас я быстренько все это восстановлю. Значит, я воспользуюсь вкладочкой проверка ссылки. Выбираю ее, а вот сюда мне нужно указать адрес какой-то странички, которую я проверяю в интернете на вирус. Ну, кого проверять будем? Вот, смотрите, такой пример. Вот я ищу какое-то программное обеспечение, бесплатное программное обеспечение, которое собираешь установить на свой компьютер и вы так не используете. Вот в качестве примера, да, я люблю программу, которая называется Ccleaner. Бесплатная, классифицированная, на мой взгляд, очень хорошая, очень функциональная, которая, опять-таки, позволяет очищать мой компьютер, различные его объекты от грязи, реестр и так далее, и так далее. Значит, я собираюсь откуда-то из интернета эту программу скачать. Значит, что я сделаю? другая, Ccleaner это. А та чистая, прям так и называлась, латинскими буквочками. Вы, когда заберете мою презентацию, там будет указано, как она называлась, там в примере просто это есть. Так вот, смотрите, коллеги, ну, просто сейчас, чтобы не повторять этого всего, я зашел в поисковик, в Яндекс, например, да, и набрал там поисковый запрос скачать совершенно бесплатно программу Ccleaner. И в ответ на этот поисковый запрос я получил адрес странички, куда я могу пойти для скачивания этой программы. Вот такой просто я адрес получил, и я сейчас туда пойду. О, пожалуйста, скачать Ccleaner. Вопрос, не скачаю ли я отсюда вместе с Ccleaner еще чего-то? Значит, что можно сделать? Можно взять и проверить вот эту страничку на наличие там вредоносного какого-то кода. Вот сюда я введу этот самый адрес, который в поисковом запросе на скачивание я получил и проверить скажу. Мне опять скажут, что это не ты первый уже проверяешь. Коллеги, это я все недавно проверял, как бы я, ну, так скажем, готовился к этому семинару. А может быть, и не я. Может быть, после меня еще кто-то. Я сейчас не буду анализировать все эти. Повторить анализ, и все это начинается заново. Чистый сайт, говорят, нет. Но, получив информацию о том, что он чистый, наверное, я так уже с большей уверенностью, что никакого вреда не получу, буду скачивать эту программу и устанавливать на свой компьютер. Понятно? Просто все. Просто все. И самое главное, что очень, вообще говоря, функционально. Теперь, ну, можно проверять, как я вам сказал, на наличие какого-то вредоносного кода целые сайты. вот здесь можно вводить какое-то доменное имя, IP-адрес и так далее. А давайте я проверю всем нам хорошо известный сайт www.специалист.ru на наличие там какого-то вредоноса. Все здорово, нет ничего. Ну, пойду безбоязненно работать с этим сайтом. Вот, посмотрите, как бы основной функционал, который позволяет мне использовать программу VIRUS 100. Можно? Если попадается в файл предыдущих версий какой-то программы, ну, такой уже архивный какой-то, она как это делает? Как бы ненаносная? Ну, такой древний файл. На старую версию офис 97 сделали когда-то файл. Почему программа должна реагировать на него, как на вирус? такой? Ну, я помню, что бывали на разные программы, ну, раньше. Нет, я вообще говоря, вот по этому поводу могу сказать только одно. старое, старое, старое программное обеспечение, но вообще это не является программным обеспечением и офис какого-то там, я не знаю, 98-го года, но то, что я не использую, то, что это, может быть, не будет работать на моем компьютере под управлением каких-то моих самых новых операционных систем, не сделает из него вирус. Все-таки это действительно оценка какого-то вредоносного кода. Ведь, ну, как работают антивирусы, давайте, это не тематика нашего с вами занятия сегодняшнего, да, не тематика занятий. Ну, если там нет, то почему она должна объявить старую программу, вредоносной программы? Теперь, смотрите, момент какой. Ну, как бы этот момент можно обойти в программе VirusTotal, но момент следующий. Когда я проверяю какой-то файл на наличие там вируса, как бы предполагается, что я сначала этот файл все-таки скачиваю в себя на компьютер, да, и только после этого его проверяю. Значит, у VirusTotal есть специальные средства, которые позволят нам с вами проверять файл без скачивания его на свой компьютер, проверять его непосредственно в интернет. Вот это средство, это специальный плагин, специальные дополнения, которые мы с вами можем установить в тот самый браузер, который используется у нас для работы с интернетом. специальные дополнения, специальные дарьерси, проверка файлов на вирусы перед скачиванием. То есть, файл проверяется тот, который лежит там в интернете. Значит, для того, чтобы такой возможностью наделить наш браузер, причем, смотрите, какая возможность есть у тех пользователей, которые работают с Firefox, с Explorer из Chrome. Надо просто соответствующий плагин установить в браузер. Делается это следующим образом. Давайте я сейчас этот плагин непосредственно при вас попробую установить. Вот у нас с вами есть браузер Internet Explorer. Извините, Chrome. В моей презентаршечке все это написано, куда надо пойти, коллеги. Значит, надо пойти вот сюда, в разделчик документации, в разделчике документации, расширение для браузера, и вот есть ссылочка Virus Total Browser расширения. Для какого браузера буду устанавливать? Видите, предлагаю для трех. Mozilla, Chrome и Internet Explorer. Ну, в моем случае это Chrome. Почему Chrome? Скажите, почему Chrome? Смотрел статистику не так давно, смотрел статистику использования браузеров пользователями компьютера. И эта статистика как была, так и осталась. Самый любимый, самый наиболее часто использующийся обычными пользователями браузера это Chrome. Где-то процентов 40. Процентов 40 пользователей это не по России, коллеги, это по всему миру. Почему-то используют именно этот браузер. Он не лучший, он далеко не лучший, но тем не менее, вот он один из самых часто использующихся. Ну, потому на его примере, собственно, и я все это показываю. Вы дома с чем работаете? Коллеги, гипотетический вопрос, я не требую ответа на него. Safari. Ну, это здорово. А вы самые лучшие? А не существует лучшего. Самая лучшая программа это та, с которой я умею работать. Почему Safari? Потому что iPad прием может быть поэтому может быть. Ну, вот как раз хочу кроме смотреть. Надо узнать. Это все устанавливается в три щелчка. В три щелчка. Ну, коллеги, может быть есть смысл устроить когда-нибудь в будущем семинаре сравнение различных браузеров между собой, да? Мы сейчас не будем этим заниматься. Да, очень достойный выбор. Safari очень достойный выбор. Но, тем не менее, чаще почему-то используется Chrome. Так вот, выделил здесь кнопочку Chrome, install, и начинается установка. Ну, вообще говоря, я сейчас попал ни больше, ни меньше, как в магазин гугловский. И мне говорят, что этот браузер надо, то есть в этом браузере надо установить. вот здесь вот была кнопочка установить, коллеги, я уже устанавливал, поэтому мне тут не написали, мне уже написали, что все это уже добавлено. Сама установка выполняется очень просто, вот здесь вот у меня в моей презентажке такая пошаговая инструкция есть, установить, и дальше надо, собственно, следовать тем, выполнять те запросы, которые появляются во время установки. щелкнул установить, появляется окошко установить, да, щелкаю установить, проходит не совсем коротенькое время, и мне говорят, что это все уже установлено. Так, это все уже установлено, это действительно все установлено, смотрите, я сейчас все это отключаю, после установки мы с вами видим в строке адреса фактически браузера Chrome вот такую вот кнопочку, которая мне говорит о том, что вот это вот расширение установлено. Если это расширение установлено, как я могу пользоваться вот этой вот функцией проверять файлы какие-то без скачивания на свой компьютер. Ну, давайте я сейчас опять проверяю. Это не обязательно из интернета с любого насилия. Флешки. Нет, именно из интернета. Если эта флешка это уже ваш файл, он вышел у вас есть на вашем компьютере. Тогда я файл проверяю. Так, ну давайте сейчас вот один тот же самый пример, да? Тот же самый пример. Я хочу ну, кого? Ну, сиклинер я опять хочу. Я хочу сиклинер. я иду вот туда на сайт, где мне предлагают сиклинер скачать. Вот есть ссылочка скачать сиклинер. Смотрите, я по этой ссылочке щелкаю. В контекстном меню появилась функция проверить при помощи вирус току. но дальше запускается эта проверка. То есть понятно, я могу не ходить на сайт на вирус току, а запускать это в любой момент времени, находясь на любом сайте, на любой страничке в интернете. Просто дополнительная функция, дополнительный плагинчик у меня появляется в правде. А вот ссылку используя и можно нацепить? Да ссылку можно любую нацепить. Любую. Если это нормальный URL-адрес, то, конечно, можно проверить. Ну, смотрите, коллеги, сайт чистый у меня. Ну, собственно, и был чистым. Ну, вот это тот дополнительный плагинчик, который можно поставить в использующийся вами браузер. Ну, там предлагалось три, соответственно, браузера и соответствующую возможность использовать. Ну, вот, коллеги, такие основные действия, которые я мог получить вот от этого сервиса, который называется VirusToto. Еще раз говорю, таких сервисов в интернете может существовать, ну, не то, что может, и действительно их существует множество. И совершенно не обязательно, что вы там в своей практической работе будете использовать именно этот сервис. Вот моя презентажечка, в самый конец опускаюсь, некоторые полезные ссылки, как я здесь написал, да? Вот, посмотрите, адрес еще совсем другого сервиса, Virscan называется, MiVirusTotal. Это тоже бесплатный онлайн-сервер, который, сервис, который позволяет проверять файлы. Ну, тоже все, собственно, достаточно просто. Для того, чтобы таким сервисом воспользоваться, вы можете сходить на соответствующий сайт по этой ссылке, которая у меня приведена. Но дальше все очень просто. Надо вот сюда загрузить тот файл, который проверять собираем все мы с вами. Ну, кого проверять будем? Кого не будем проверять? большой вопрос. Я хотел тут же самую чистилку найти. Ну, бог с ней с чистилкой, вот какой-то файл. Открыть. Сканирую. Сканирование будет производиться, а потом мне выдадут отчет о результатах этого сканирования. Отчет будет выглядеть приблизительно вот так, как здесь вот внизу видите написано. Опять-таки будут перечисляться какие-то антивирусные средства и будет говориться нашлось там что-то или не нашлось. Уже тестировалось, можно посмотреть результат последнего тестирования, а можно как бы заново все равно все очень похоже по своим возможностям на вирус тотал, который мы с вами с вами ну вот пожалуйста результаты сканирования этим сервисом. Коллеги, понятно? Ну и опять, а рекомендацию какую дать? Что лучше? Рекомендация одна, чем умею пользоваться, что знаю, тем буду использовать. вообще вирус тотал я говорю это сервис, который принадлежит гугл, а гугл это все-таки то, чему можно верить и действительно гугл нас с вами обманывать не будет. Это реальная проверка вот тем огромным количеством. А 67 различных антивирусов используются. Поэтому из всего доступного рекомендую, сам я по крайней мере если мне нужно использую вирус тотал. очень такой распространенный сервис. Коллеги, есть тут вопросы какие-то? Ну я что хочу сказать? Вот к сожалению наш с вами наш с вами вебинар, наша с вами встреча она очень коротенькая. Она очень коротенькая. Я постарался как бы вот основу того, что хотел вам рассказывать изложить для вас. Но вот еще один момент. Я собственно и так и представлял, что на это нам время с вами не хватит. Не хватит. Но вот в эту самую презенташечку, которую я вам всем отдам, я все-таки эту тему вставил. И я надеюсь, что вы сможете эту презенташечку когда-нибудь там без меня прочитать. О чем я хотел сказать еще? Вот давайте представим себе, что мы с вами уже, к сожалению, имеем какое-то заражение своего компьютера, и вот это самое заражение не дает возможность мне операционную систему запустить, соответственно, установленный у меня антивирус или вот это онлайн-свесло мне просто становится недоступным. как в этом случае можно восстанавливать работоспособность нашего компьютера. Значит, коллеги, существуют специальные антивирусные загрузочные диски, загрузочные носители. Я вам здесь вот на этой презенташечке ну, чуть-чуть хотел рассказать о таком носителе, который предоставляет нам доктор век. Антивирусный загрузочный носитель, антивирусный загрузочный диск можно создать. Значит, для того, что, коллеги, я очень быстро, потому что время нашего вебинара, к сожалению, заканчивается. Что он в себя включает, тут все написано. Для того, чтобы такое средство получить совершенно бесплатно, очень функционально, поверьте мне, я использую. Вы пойдете на сайт, вон есть ссылка доктор веба, вы увидите аптечку сисадмина, что вы можете. Вы можете скачать ISO образ вот этого загрузочного носителя и записать любой доступной вам программой куда? На болванку, на аптечный диск. Или же вы можете сразу создать загрузочную флешку, которую вы будете использовать для загрузки своего компьютера, тогда, когда у вас операционная система, ваша родная уже не запускается. Делается все очень просто, щелкается вот сюда скачать, здесь я показал, вот сначала я, ну как бы и тот, и другой вариант, скачать ISO файл для записи на DVD, щелкнул в эту кнопочку, мне появляется лицензионное соглашение, которое я обязательно принимаю, щелкаю в принять, и в итоге у меня на компьютере, ну если я ничего не меняю, в папке загрузки появляется вот этот изображение, но берите его любой программой дополнат и пишите. Если же я выбираю второй вариант, скачать для записи на USB, лицензионное соглашение, я его принимаю, у меня появляется вот такая вот программа, ну там же в папке загрузки, и для того, чтобы создать флешку, мне надо запустить эту программу. Никаких особых знаний ничего не надо. Запуская эту программу, я вставил флешку, естественно флешку пустую, ну или она с какой-то информацией, но иметь в виду, что все, что там было в итоге будет затерто. Вставил в какой-то USB порт свою флешечку, можно форматировать перед записью, можно не форматировать, создать Dr.Web LiveDisk, и пошел процесс. Процесс не очень быстрый, но и не очень длительный. В итоге я вот такую вот флешечку получаю. Дальше я эту флешечку вставляю в свой компьютер. Когда мне надо воспользоваться, когда операционка с моего диска не запускается, вставляю в свой компьютер, настраиваю программу с этого LiveDisk. Вот последовательность собственно тех окошек, которые появляться будут. Первое окошко появится, вы здесь выберете русский, наверное, с русским языком. Многим из нас будет удобнее работать, чем с английским. Щелкните вот сюда, щелкните сюда, и вот у вас загрузится в итоге такое средство. А это средство в себя включает бесплатный доктор-ветовский антивирус, который называется доктор-вет. В англичане есть, прочтите сами. Курид, да. Там шанам все нет, Вот на этом все. А как работать с доктор-ветовым вот с этой бесплатной антивирусом доктор-ветовский. Вот там же на сайте доктор-ветовский есть последовательность такая инструкции, шагов, как использовать эту бесплатную программу. Совершенно бесплатно, общедоступно и иметь у себя под рукой вот такое вот такое средство. борьбы с вирусами всем вам советую. Понятно? Понятно. Действительно хорошее средство, живой реальный пример, две недели назад на службе один из моих компьютеров, который я использую, который у меня стоит в кабинете, вдруг перестал нормально загружаться, ну, ситуация была такая, что у меня там никакого антивируса не стояло, все, компьютерами загружается, я запустил вот эту штуку, 47 вирусов. 47 вирусов, все вирусы были удалены, после этого все заработано. А, если кто будет удалить саму программу? Коллеги, ну, вот это, наверное, к сожалению, все, что я мог бы успеть вам рассказать на этом семинаре, теперь, как вы можете получить вот эту презентаршечку, если она вас интересует. Сейчас один момент, значит, значит, коллеги, работающие со мной в режиме вебинара, вот эта ссылочка, которой вы можете воспользоваться, но я понимаю, вам сейчас переписывать ее, наверное, не очень удобно, вы сфотографируйте, пожалуйста, ее, очные слушатели, я вам сейчас сердце отдам, она образ будет, это я вебинаристах говорю, сфотографируйте ее, чтобы, ну, чтобы в итоге попасть на Яндекс.Дис и с этого Яндекс.Диска скачать вот эту презентаршку, если вы считаете, что она вам нужна. скачать, и вот у вас будет эта презентаршка. Вам, коллеги очные слушатели, я могу ее отдать непосредственно на ваши носители. Сейчас, секунду. Так. Значит, на этом, ну, к сожалению, время нашего семинара исчерпано, поэтому я благодарю всех вас за внимание, ну, в первую очередь я благодарю тех, кто подключился к нам по вебинару, потому что сейчас просто наш вебинар по тайм-ауту может быть завершен, поэтому я стараюсь как бы вот его сейчас завершить официально. Всем вам огромное спасибо, ну, и я буду надеяться на то, что вот эта небольшая толика может быть новых для вас знаний, а может быть тех знаний, которые уже были, но вы их немножечко освежите, решили, вам в жизни пригодится. Всем огромное спасибо, значит, коллеги, я с вашего позволения трансляцию вебинара заканчиваю и запись его заканчиваю. Субтитры создавал DimaTorzok